так значит какие особенности работы с этой платы вот статапа ты в этой плате вот она и схема эта часть не используется эта часть не используется эта часть тоже не используется используется только вот это вот небольшая часть которая берет сигнал управления вот отсюда от регулятора скорости будет можно посмотреть рс регулятор скорости вот значит вся эта часть вот здесь она видно что она отрезана есть у нас коммутатор который разрывает обратную связь здесь у нас есть по низкой частоте конденсатор с резистором для того чтобы устранить резкие перепады при управлении вот но получается что если мы разрываем эту цепь обратно сейчас постоянному току отсутствует вот и этот усилий прощается в компаратор получается очень резкие переходы вот этого вот выходного напряжения на управление то есть либо тиристоры полностью открывателя полца закрывается поэтому необходимо еще зашунтировать вот этого 12 ножку и вторую ножку навесным резистором порядка 330 киловом при этом коэффициент усиления равен примерно 10 значит делом ставится он ставится вот в этой области у нас есть тут 2 в 2 в гену тут видно тут вот тут есть 2 в вот тут видно 2 в и 4 и 4 вот она как раз соответствует что здесь у нас вот 2 в и на выходе там у нас 4 в вот после этого регулятор скорости вот у меня он здесь вот он уже позволяет управлять не так резко всеми этими вещами дальше что очень важно вот это вот система которая включает работа и выключает в конечном итоге она делает коэффициент передачи равными единички или коэффициент передачи равным увеличенному значению когда равен единички то у нас практически не регулируется выходное напряжение вот когда у нас он равен там соотношению примерно равен 10 тогда мы можем регулировать скорость значит вращения нашего двигателя вот и смещать этот импульс значит что у нас здесь значит самое главное у нас есть транзистор который получает данные с работы то есть единичка или 0 он инвертирует эти данные значит по умолчанию работа включается единичка плюс 15 вольт тогда здесь на коллекторе получит появляется 0 вот реле это она получается вот здесь вот регулирует вот она включается это кусок схемы не используется поэтому руле нам не нужно но с коллектора снимается сигнал который приходит на пятую ножку этого ла-1 501 стала 1 501 стала 1 вот она вот она находится здесь это ла-1 у нее какая особенность это логика обыкновенная но она 15 вольтова не татайловская значит здесь есть небольшое изменение вот первая ножка сведена со 2 и отсоединяя от схемы зачем это сделано вот она здесь на схема нарисовано значит первое соединяться со 2 перемычкой а по соединению схем от выключать вот эту вот петлю обратной связи значит что тогда получается здесь по умолчай на выходе по по умолчанию нолик инверсия появляется здесь единичка единичка происходит через цепочку на четвертой ножке тоже единичка а здесь на 5 ножки меняются от нуля до единицы значит если здесь на пятом ножке 0 то на 6 тогда появляется высокий потенциал который поступает вот так вот сюда наверх на господи как она тут а я я понял вот на ножку на ножку шестую нет на ножку восьмую и включает и выключает эту обратную связь значит в работе этот контакт разрывается то есть на восьмой ножки вот здесь вот 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 здесь вот у нас высокий потенциал 15 вольт и тогда разрывать и включаясь вот это сопротивление которое нужно вот сюда вот его нужно припаять 300 кило вот и тогда у нас все хорошо вот что значит все хорошо у нас значит что мы можем значит это тем регулятором который меняет напряжение либо от 0 до 15 вольт плюс либо от 0 до 15 вольт минус ну в данном случае мы видим что я вот его вращаю и я спокойно могу поставить любое значение этого дела если я этот 330 килом не устанавливать косы или не очень большой он резко переключается либо в одно крайнее положение в такого либо в одно крайнее положение такое значит невозможно установить среднее значение когда косы не равен 10 то все мы можем поставить значит если я выключаю работу то у нас получается минимальный значит сдвиг очень большой и тиристы разгоняются в в режим когда он включается вблизи значит когда синусоида идет на спад то есть там практически нулевое значение то есть в работе там не запускается значит если я тут включаю тому видно что это вот уже мотор значит вот этот вот вот это вот это вот смещение но довольно большое оно обозначает что я включаю значит синусоиды ближе к началу вот и если я вот так вот это вот и уменьшая скорость вращения двигателя а это я скорость вращения двигателя увеличивается вот это самая большая скорость вращения дополнительно регулирует эти диапазоны мы можно с помощью резистора вот здесь вот вот здесь вот оно можно посмотреть начать с помощью r29 и с помощью r25 на счете они расположены один из них расположен вот здесь и второй расположен вот здесь вот это вот начальный у нас r25 который может изменять это пределы регулировки и есть у нас на выходе r29 значит чем они отличаются они отличаются по сути даже трудно сказать да действительно можно регулировать и теми тем практически одинаково но дал давайте посмотрим что у нас здесь происходит вот я тут допустим могу я сейчас поставлю в r29 ладно надо запомнить такое я не хочу портить видео так ну вот общее понимание вот такое вот спасибо за внимание